На сердце у меня тема или рассуждение для нашего назидания, или, может быть, даже для принятия некого решения. Тема – Бога искания. Как найти Бога? Бога искания. Как найти Бога? Где Бог? Как Его найти? Вы знаете, от начала создания мира издревле люди интересовались сверхъестественным. А то, что можно наблюдать творением рук человека, оно со временем, ну, узнал что-то, понял, как что-то работает, как что-то сделано. Но люди всегда интересовались, где начало мира, откуда происхождение. Мы с вами читаем за апостола Павла, который в Ариапаге, а это Верховный суд по уголовным делам, заседавший на Ареевом холме. Это место, значит, Ариапаг, это там, где Верховный суд, можно сказать, где решались большие дела. И там не были люди низкого сословия, там были люди очень грамотные, люди очень сведущие, разумные, решают чьи-то вопросы. Верховный суд, Верховный суд, вот по уголовным делам. И он находится в этом Ариапаге. Он возмущен был духом, когда увидел в Афинах, что там очень много идолов, очень много идолов. И мы с вами читаем Деяния 17 глава, 22 и 23 стихи. Тут сказано так. «И став Павел среди Ариапага, то есть среди этих всех людей, ну, высоких, знатных, разумных, вот, судей, сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано, неведомому Богу, всего-то, неведомого Бога для них, да, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Апостол Павел обращается к людям, находящимся в Ариапаге, тем, которые вот среди верховных судей по уголовным делам. Он им говорит следующие вещи, возможно, там были еще люди окружающие, но он им говорит, что я вижу, что вы люди набожные, и затем у него есть вот такой вот как бы вот зацеп для них. Он обращает внимание на их богоискание. Он говорит, что я, проходя, осматривая ваши святыни, нашел жертвенник, если жертвенник, значит, на нем приносились жертвы, а жертвы приносились на этом жертвеннике, на котором было написано, неведомому Богу. Неведомый Бог или Бог неизвестный, незнакомый, может быть, непонятный для них. Он, апостол Павел, как раз-таки о нем и проповедовал. То есть вы видите, что люди интересовались, и люди по сегодняшний день называют какая-то там высшая сила, энергия, какой-то вот сверхъестественный, высший разум управляет вселенной, управляет людьми, управляет чем-то вот вокруг нас. Что-то есть, то, что человеку недоступно. Почему сегодня на моем сердце лежит именно поговорить на тему Богоискания или как найти Бога? Потому что, хотя люди мира этого интересуются, на сегодняшний день, к сожалению, казалось бы, во время беды, переживания, смятений, мятежей, вирусов, болезней, каких-то вот неустройств, может быть, да, люди обычно обращаются к Богу. Но я думаю, вы можете заметить вокруг себя, что люди как-то, кто подался в какую-то суету, кто-то отчаивается, кому-то просто стало все равно, кто-то ослабел, и кто-то вот подпал на вот эту ловушку, где люди светские говорят, а где ж ваш Бог во время этой беды, во время этой пандемии, во время этого вируса, во время этих мятежей? Что он не вступается? Что он не делает? То, что он должен сделать. И, может быть, христианин, может быть, ты, друг, слушаешь, и у тебя тоже состояние, в твое сердце подкралось сомнение в Божье существование, существование живого Бога. Так вот, я хочу сегодня говорить на эту тему Бога искания, как найти Бога, и какой смысл его искать? Для чего он нужен в твоей жизни? Почему он необходим для тебя, дорогой друг? Апостол Павел начал с этих слов, которых мы прочитаем. Я хочу обратить наше общее внимание на следующие стишки этой 17 главы книги Деяния. 24 стих, следующий стих это получается. Бог, продолжает речь апостол Павел, Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Заметьте, с чего он начинает. Он этих людей, которые находятся в Ариапаге, людей разумных, людей вот светских, он их ведет в самое начало. Он говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он им показывает, кто есть в самом деле творец всего, кто есть начало, кто все от него вот начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Мы с вами читаем. Он, будучи Господом неба и земли, он говорит о том, что он господствует и над небом и землей. Он господин. То есть не государство, самая высшая власть, не есть, может быть, президент, царь. Он говорит, что господствует над небом и над землей Бог. Тот, кто сотворил небо и землю и все, что мы имеем вокруг нас. Он говорит, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. То есть нечеловеческими руками сделанными, потому что в тот момент, если человек искал или интересовался религией, он искал какой-то вот храм. Там, где люди собираются на поклонение. И он говорит, что Бог, он не в рукотворенных храмах живет. Он не живет в чем-то вот материальном, физическом, что мы с вами видим. И говорит, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Вы знаете, в некоторых религиях говорят, что он в чем-то нуждается, ему что-то нужно дать, ему необходимо. Он говорит, апостол Павел говорит, что Бог всемогущий, который сотворил все от самого начала, и что он не живет в рукотворенных храмах, он ни в чем не нуждается. У него ни в чем нет нужды. Он Бог. Он Бог. И он говорит, что не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам давая всему жизнь и дыхание, и все. Он показывает, Он обращает их внимание и говорит о том, что Он сам, Бог, не имеет ни в чем никакой нужды, и Он сам есть даятель жизни и дыхания, и всего для человечества. Это Его проповедь благовествования. Кстати, для тех людей, которые интересуются, как евангелизировать на улицах, вот вам первая проповедь Евангелия. Начинаешь от самого начала, от сотворения, и дальше движешься, объясняя, кто есть Бог. И в этом месте тут Он и делает то самое. От одной крови Он произвел весь род человеческий. Он снова им говорит о том, как произошло человечество. Это не был взрыв какой-то. Это не было что-то непонятное. Он говорит, от одной крови, от Адама, Он произвел весь род человеческий. Для обитания, то есть людям, чтобы обитать по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. То есть Он дал людям пределы, границы, где они могут обитать, на планете Земля. Если бы кто-то хотел выйти из границ, поставленных Богом для обитания, он этого сделать не может. То, что даже удалось, может, космонавтам вылететь, идти в космос, или так дальше, это позволено Богом, но есть места, которые просто, ну, как сказать, недосягаемые для человека. И вот Он им говорит, что Бог, сотворивший тебя и меня, Он поставил границы обитанию. Он поставил предопределенные времена. То есть seasons по-английски, времена нашей жизни, когда мы рождаемся, живем и мы умираем. И этим временам ты не сделаешь никакого, ну, как сказать, ну, какое-то извинение или что-то изменишь того предопределения, которое Бог назначил для твоей жизни. И дальше Он говорит, что вот от одной крови Он произвел весь род человеческий, всех людей, и поставил пределы их обитанию, дабы. Какой смысл? Он показывает им предназначение человека на земле. Следующим стихом. Дабы они, люди, искали Бога. Вот наша тема, богоискание. Богоискание. Как можно найти Бога? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Аллилуйя! И, дорогой друг, если ты сегодня слушаешь, и Господь побудил твое сердце, и как-то ты нашел, может, этот канал, но никогда не слышал о Боге, сегодня эта проповедь звучит, чтобы ты услышал о том, кто есть начало, от кого все произошло, от кого твоя жизнь зависит, кто дал тебе жизнь и дыхание, и все, что есть в этом мире, и каково назначение, предназначение человека на этой земле. Он говорит, дабы они, дабы ты и я, чтобы ты и я искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Друг, а может быть, ты христианин, родители твои верующие, но по какой-то причине, может, по каким-то влияниям людей, может, по каким-то сомнениям, которые враг вложил в душу твою, ты стал сомневаться в Боге. Вот это слово сегодня звучит как раз в твое сердце, для того, чтобы ты снова вспомнил и поискал Бога, и понял, что Он недалеко и от тебя. Он сегодня близок к сердцу твоему, стучится в сердце твое, хочет, чтобы ты принял Его, поверил в Него, и Он стал твоим Господом Богом. 28 стих, идем далее. Ибо мы им живем, апостол Павел свидетельствует тем всем в Ариапаге, мы им живем и движемся, и существуем. Может быть, те люди думали, ну вот у нас есть сила, у нас есть вот какие-то, методы проживания, передвижения и так дальше. Он говорит, но мы только им, Богом, живем и движемся, и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род, то есть происходящие от Него. Он как родоначальник, мы происходящие от Него или принадлежащие Ему, Его род. и так мы, он объясняет, будучи родом Божьим, не должны думать, что Божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Что он тут делает? Оборот речи. Он, как я сказал вначале, был возмущен духом, увидев множество идолов в Афинах. И он им показывает, что те идолы из золота, серебра, из камней сделанные, он говорит, что Бог или Божество не может быть. Вы смотрите, еще раз читаем. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что Божество подобно золоту. Мы не можем уподоблять Бога золоту или серебру, которое человеческими руками делается. Вот, или может даже глине, с которой делают статую и ей поклоняются. И может быть, ты, друг, сегодня слушающий это слово, вот поклоняешься идолам, поклоняешься каким-то истуканам или изображением, называя то божественным. Апостол Павел опровергал это и сказал, что мы, будучи Божьим родом, не можем называть Божество вот, или уподоблять Божество золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, и вот тут слово обращения, дорогой друг, обрати внимание, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Он показал людям, вот, из его проповеди или из его Евангелия о Боге, он им показал, что вот был Сын Божий Иисус Христос, Бог его, его творение, он не требует рук человеческих, он есть Бог, он есть Дух, он не имеет ни в чем нужду, но он всем дает жизнь и дыхание, и его нельзя как бы изображать чем-то, потому что он есть Бог. И вот он тут показывает, он говорит, то прошедшее, нынешнее и будущее, и на нынешнее он говорит, и так оставляя времена неведения, то есть, когда мы не знали, кто Бог, когда мы не знали о Боге, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо он назначил день, в который будет праведность судить вселенную посредством предопределенного им, то есть Богом мужа с большой буквы Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Аллилуйя! Это проповедь Евангелия, вот через апостола Павла заключалась в том, что он им сказал, ну, Бог повелевает всем повсюду покаяться, почему? Сегодня нужно покаяние, потому что придет день, назначенный Богом, когда он будет праведно судить вселенную. Он показывает, он им показал на прошедшее, на историю, на нынешнее, он говорит о будущем, что придет день суда. Вам нужно покаяться, примириться с Богом, поверить в Него. И он говорит, как он будет судить вселенную? Посредством предопределенного им мужа Иисуса Христа, подав удостоверение всем воскресив его из мертвых. Друг, ты слушай это слово, как отреагируешь? Те люди, вот реакция их, услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Или Дух Божий тебя все-таки сегодня зовет к покаянию, к богоисканию? Не найдешь ли ты Бога, хотя Он и недалек от каждого из нас? И я хочу в удостоверение твоей веры и моей еще некоторые места из Священного Писания привести. Исайя, 55, глава, 6 стих. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Библия нас побуждает чтобы мы искали Бога, чтобы мы были озадачены этой целью найти Бога. Друг, ты, может быть, живешь своей жизнью, суетишься, в это время, может, чем-то занялся, может быть, осуетился, может быть, устал, может быть, просто такое состояние, как бы все-все равно, все надоело, что-то ничего не работает. говорит, я думал, что вот что-то изменится в моей жизни. Но Бог призывает и говорит, Он недалек сегодня от каждого из нас. Призывает нас к покаянию, призывает нас, чтобы мы Его искали. Друг, ты знаешь, что в тебе есть бессмертная душа. Вот среди суеты мы делаем, делаем, что-то ищем, пытаемся, добиваемся. А потом приходит тот момент, когда душа бессмертная, которая имеет Творца, Бога, которая была создана Богом, она начинает искать удовлетворение. И один человек находит или ищет, думает найти где-то в алкоголе, наркотиках, спорт, может быть, еще какие-то увлечения, заботы, работа, бизнес, может быть, какие-то фильмы или еще что-то, чем-то напитать свою душу. Заглуши тот голос и не получается. И ты знаешь, что нет удовлетворения в том, в этих всех делах. Не удовлетворена душа. Душа остается пустой и она томится и кричит и вопиет и ищет Бога. Открой свое сердце для Бога. Это единственное, что даст удовлетворение внутреннему человеку. Когда ты успокоишься, с ним в его объятиях доверясь ему. Может, ты задаешь вопрос, для чего мне искать Бога? Какой смысл? Хорошо, может быть, Бог есть, но какой смысл его искать? Что он хочет мне дать или меня забрать? Книга пророка Иеремия, 29 глава. Сказаны такие стишка, такие слова, 11 по 14 стихи. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Друг, Бог никогда не имел намерений зла по отношению к своему творению. Бог добрый, Бог справедливый, но Бог милостивый. И то, как, может быть, человек вел свою жизнь, но Бог в самом центре его желаний имеет добро, имеет желание добра, помочь душе человеческой спастись. Он говорит, «Только я знаю намерения, как и имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». А какая будущность, христианина? Какая надежда на жизнь вечную? Он не говорит о том, что он сделает путь или жизнь на этой земле легким, таким вот простым, но он говорит, что дается будущность и надежда на встречу с Господом в небесах. Он говорит, «И вас зовете ко мне и помолитесь мне, и я услышу вас». Как найти Бога, Бога искания? Говорит, «И вас зовете и помолитесь, и я услышу». Как быть услышанным с небес? «Воззвать и помолиться». Как мы зовем, когда мы кого-то ищем по дому? «Где ты? Помоги мне, Господь, я нуждаюсь тебе, я не могу без тебя. Помоги мне, воззови ко мне, говорит, и я отвечу тебе. «И взыщете меня и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Бог говорит, что ты, друг, и я, мы непременно найдем Бога, если его поищем всем сердцем. Да, Бог есть дух. Поклоняться ему нужно в духе и в истине. Бога нужно искать. Какие? Вот давайте в простом ответе на наш вопрос, как найти Бога, дадим два ответа. Написано, «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал раз в первое в то, что Он есть. Ты и я, дорогой друг, должны поверить в существование живого Бога». Потому что какой смысл искать того, которого я совершенно не верю, что он существует? существует? Какой мне смысл думать или искать о том, что где-то что-то есть в небе, о том, чего я даже не думаю, что оно там возможно и есть? Итак, первое, и простое, и понятное, «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, что Бог есть, что Бог существует. Тебе и мне необходима вера». Если мы хотим заняться богоисканием, найти Бога, пообщаться с Ним, иметь общение с Ним, отношение с Ним, служить Ему, нам нужно первую очередь вера, и второе, и что Он ищущим Его воздает, что Бог воздает. Это не есть просто как награда, но Он есть Тот, Который отвечает, Он не безмолвный, Он не мертвый, Он живой. Первое, тебе нужно поверить в то, что Бог существует, и второе, что Он живой Бог, и Он отвечает. Аллилуйя! Если появится в тебе та вера, если появится в тебе тот огонек, Господь непременно пошлет свою благодать в твою жизнь, и ты не останешься сухим, глухим, где-то, не знающим о Боге, с запутавшимся, но будут живые взаимоотношения с живым Богом, которые никто не сможет нарушить. Это самое ценное и драгоценное в жизни, что мы можем иметь, найти живого Бога, если взыщем всем сердцем. какие могут быть предостережения или какие мы бываем люди в нашем богоискании. Давайте вместе прочитаем Псалом 77, 34 стих. Вот так написано. Когда Он, Бог, убивал их, они искали Его. Когда у нас трудность, тяжело, печаль, переживание, мы начинаем искать Бога. Ну, хотя бы в тот момент, чтобы мы нашли. И обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог, их прибежище, и Бог Всевышний, избавитель их. И дальше, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним. Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны завету Его. Мы бываем такие, друг, мы бываем такие, друзья. Бог нас побуждает, Бог иногда нас останавливает, Бог стучится к нам, и мы вроде бы снова прибегаем к Нему. И Писание говорит, что и льстили Ему устами своими, языком своим, Господи, мы любим Тебя, помоги нам, пока нам нужда. Сердце же их было неправо пред Ним. Они не были верны завету Его, но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, Бог помнит, что они плоть, дыхание, которое ходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали Его в пустыне и прогневляли Его в стране необитаемой и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Это мы бываем. Мы бываем, знаем, но делаем. Бог все равно милостивый и ко мне, и к вам, и любит нас и сегодня зовет, чтобы мы занялись Богоисканием, чтобы мы искали Бога, искали Его всем сердцем. Бог же знает сердце. Человеку можно лгать, хитрить, обмануть, а Бог, Он видит сердце, Бог, Он знает, что в нас внутри, в голове, в мыслях, о чем мы думаем, а другое может совершенно говорим. Но Он к искренним поступает искренне. С искренним искренне Господь поступает. И даже когда лукавили, и там написано, что Он их миловал. Я еще хочу прочитать, а теперь из Ветхого Завета. Очень интересный момент в жизни Ассы. Мы помним такое царя. Это из книги Второе Паралепоменон. 15 глава. У кого из вас есть Библии, советую вам вместе со мной прочитать. Мы с вами прочитаем от начала до конца этой главы. Второе Паралепоменон, 15 глава. «Тогда на Азарию сына Адедова сошел Дух Божий и вышел он навстречу Асе и сказал ему, «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет, то есть непременно будет найден вами, если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона, но когда он обратится в тесноте своей Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст, то есть Бог даст им найти себя». Вы заметите, что он опять и опять говорит, что он не будет сокрыт или как-то скрываться от народа своего, он даст им найти себя. В те времена не будет мира невыходящему, невходящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями, но вы укрепитесь и пусть не ослабеют руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши. Я хочу, чтобы мы обратили наше внимание на реакцию и какие меры и действия предпринял Аса. Когда услышал Аса слова сии и пророчества сына одеда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним и собрал всего Иуду и Вениамина и живущих с ними переселенцев из Ефрема и Монасии и Симеона. Ибо многие из Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь, Бог его с ним. И собрались в Иерусалим в третий месяц в пятнадцатый год царствования Асы. Пятнадцатый год замятицарствования Асы и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели из крупного скота семьсот и из мелкого семь тысяч. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога Отцов Своих от всего сердца Своего и от всей души Своей. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть. Какое требование? Малый ли Он или Большой, мужчина или Женщина. И клялись Господу громогласно и с восклицанием и при звуке труп и рогов или рогов. И радовались все иудеи и сей клятве, потому что от всего сердца Своего клялись и со всем усердием взыскали Его. И Он дал им найти Себя. И дал им Господь покой со всех сторон. И Мааху, мать свою, царь Аса лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы. И не спроверг Аса истукан ее, и изрубил в куски и сжег на долине Кедрона. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни Его. И внес Он, посвященный Отцом Его, и свое посвящение в Дом Божий серебро и золото и сосуды. И не было войны до 35 года царствования Асы. Мы с вами прочитали целую главу из 2 Паралипоминона, это 15 глава за царя Асу. Бог проговорил к ним через пророка Адеда. Сошел на него Дух Божий. И когда услышал Аса эти слова, вы заметите его реакцию? Давайте мы вспомним то, что мы сейчас с вами прочитали. Какие меры предпринял Аса, когда услышал пророчество через Адеда. Первое, он ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли. Вы заметьте, что тут было искание, ищите Бога, если взыщите, будет непременно найден вами. Если мы хотим найти Бога, дорогие друзья, давайте в наших домах ободримся, мы и наши семьи, извергнем все мерзости со всего дома, с нашей жизни, с наших мыслей. Наше, может быть, имуществе, какая-то есть мерзость. Первое, что сделал Аса, он ободрился и изверг все мерзости языческие из всей земли. Второе, что он делал, он обновил жертвенник Господен. Какой жертвенник у нас? Это наше место поклонения Богу и молитва. Возможно, ты и я где-то давно уже забыли то место в комнате, в зале, в машине, где мы поклонялись и Богу и молились. Нам нужно обновить тот жертвенник. Нам нужно обновить то место, ту молитву, которую мы имели. Убрать мерзости, обновить жертвенник, обновить нашу молитвенную вот ту стражу, которую мы имели пред Богом. Это очень важно. То, что, может быть, мы потеряли, засуетились, где-то забыли даже, перестали молиться, перестали читать Божье Слово. Написано следующее, он собрал весь народ в Иерусалим и они принесли жертву Господу. Дорогой отец, мать, давайте соберем наших детей, наши семьи и принесем жертву Господу. Обновим тот жертвенник и принесем ту жертву Господу. Это будет наш метод, это будет правильная дорога Бога искания, как найти Бога, удалить мерзости, обновить жертвенник, собрать семью и снова созидать тот жертвенник, который, может быть, уже давненько не горит, давненько он погас, давненько все так как-то на холодке и написано, очень смотрите, как строго, как для всего Израиля, народ вступил в завет, в завет вступил, чтобы взыскать Господа и написано от всего сердца своего и от всей души в завет. Не просто так, ты будешь, ну буду, ты тоже будешь, ну и я буду. Нет, завет, завет это обещание, завет это заключил как бы договор и очень строгий, а какой же там был завет, кто не станет искать, должен умереть. Мы с вами прочитали, а всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он большой мужчина или женщина. Как бы нам собраться и вместе с нашими семьями, как бы заключить образно говоря завет, давайте искать Бога, давайте каждый, ты на работе, ты в школе, ты где-то дома, сейчас work from home, с дому работаем, с дому учимся, интернет, closet, где-то может быть и каждый в своей комнате, чем смотреть какие-то фильмы, где-то укрываться, давай поищем Бога, давай каждый в своей комнате, где ты работаешь, учишься, делаешь, взыскать Бога, заключи этот завет, положи в своем сердце, буду искать Бога, буду искать Бога, не хочу умереть, не хочу духовно умереть, не хочу потерять общение с Ним, хочу искать Бога, вот это, чтобы в завет положить самим собой, вы помните место Писания, положить завет с глазами, не смотреть там с вожделением, вот положить завет, заключить самим собою, искать Бога, и написано, они клялись Господу громогласно и с восклицанием, и не просто наше искание где-то так тихонечко в потаемной комнате, но их богоискание, их не жертвоприношение, их не было поклонение, громогласным с восклицанием при звуке трубы и рога, они и дудели, и радовались, и прославляли Бога, богоискание, это не есть что-то какое-то унылое, вот, какое-то занудное вещь, богоискание, это соединение с Всевышним Богом в Духе Святом, и когда наполняешься, то радость приходит, не приходит уныние, не приходит печаль, а это все уходит, и приходит радость во Святом Духе, ты можешь ликовать семьей твоей с детьми, благословлять, ложить на них руки, имея на то дерзновение, потому что Дух Святой сошел на тебя, как на отца и на матерь, и ты имеешь на то дерзновение, благословляя весь дом свой, вы помните, когда Иов совершал молитвы, он говорит, он освящал детей по очереди, говорил, может быть, они в сердце своем похулили Господа, как часто мы склоняемся для молитвы, освящая детей наших, благословляя их, и в защиту, вставая в пролом, потому что мы не знаем, что идет, такие какие-то нестандартные времена, такие какие-то мятежи вокруг нас, нам нужно, братья и сестры, взыскать Господа, и написано, и радовались все иудеи, со всем усердием взыскали Его, какой результат богоискания был, написано, и Он, Бог, дал им найти себя, а это значит, пришли ответы, а это значит, народ пришел в радость, пришел в божий страх, и радовались, и написано, дал им Господь покой со всех сторон, 20 лет не было войны во время царствования Ассы, потому что с 15-го года они совершили это жертвоприношение, до 35-го года царствования Его не было войны, 20 лет, когда искали Бога, Бог хранил их от войны, взыщем Господа, Бог защитит, взыщем Господу, Бог поможет, в ихнее время были такие мятежи и войны, у нас тоже непонятно, что происходит, люди в страхе, где-то закрываются города, где-то какие-то еще предостережения, но народ Божий, который взыщет Бога, он будет смел, как лев, он будет стоять, он не будет добычей и врага, но он будет достоянием живого Бога, и Бог имеет эти обетования для каждого из нас, 1-я параллель, напоминут, 16-я глава, сказано так, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа, там не написано, печалятся унылые, где-то прячутся, веселятся сердце ищущих Господа, взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, оказывается, это не то, что ты поискал, а завтра уже суетишься снова, а завтра пошел бизнес, дальше, 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 нет, ты непрестанно ищешь Его лица, да поможет нам в этом Господь, я призываю народ Божий сейчас к молитве, чтобы мы помолились друг за друга, за наши семьи, чтобы мы положили этот завет с нашими семьями, сами с собой, буду искать Бога, я хочу найти Бога, и я хочу найти Бога, чтобы Он дал мир в мне в сердце, чтобы Он был найден нами, и покров Божий пришел на наши дома, пришел на церковь, и защита Его была, несмотря на какое время мы живем, а мы имели дерзновение и убежище в руках, живого Бога, аминь, будем молиться, Аллилуйя, 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 поклоняюсь Тебе,